Что будет, если государство нападет на свободную либератарианскую страну? У нас есть украинское государство, которое ведет войну против украинцев. У нас есть русское государство, которое ведет войну против русских. У нас есть русское государство, которое напало, является агрессором и по отношению к украинскому государству, и по отношению к украинцам. Для украинца война с Россией является ценной. И победа в этой войне значит очень много. Поговорим сегодня о мифе национальной обороны, в том числе и о том, конечно же, прежде всего, что будет, если государство нападет на свободную либертарианскую страну. Поскольку это любимый вопрос, это главный вопрос на самом деле, в него все упирается, по многолетней практике, по многолетнему опыту, все споры с любого рода эдотистами, кроме самых упоротых таких, для которых это совсем уже вера, а вот те, кто готов принимать аргументы, они, в принципе, готовы признать, что рынок это эффективно, потому что многие видели своими глазами как отсутствие рынка в Советском Союзе и наличие рынка, допустим, у нас здесь, в нашей стране, что это означает на практике. У вас были гастрономы, где ничего не было, где были очереди вечно за каким-то буряком прогнившим, а теперь у нас супермаркеты, где ты ходишь между какими-то тысячами вариантов разных продуктов, еще морщишь носик, значит, что оно немножко дороже, чем ты думал, там, или еще что-нибудь, там, и не той фирмы, вот, и так далее, и так далее, и так далее, то есть, между одним и другим, на самом деле, пропасть, да, то есть, возьми советского человека, помести его, вот, просто перенеси его на машину времени в наш супермаркет, к которому мы привыкли, даже в обычный сельский маркет, вот этот вот несчастный, который тут у нас, или, вот, у него, значит, глаза вылезают, изорбит, там, челюсть отвиснет, он подумает, что он попал за границу или куда-то, или что наступил коммунизм, потому что, значит, коммунизм верцовали именно таким вот образом, вот, но, как бы, для него это будет шок, так или иначе, да, то есть, и, собственно говоря, вопрос состоит вот в чем, да, почему у нас мы можем, так сказать, продавать бананы, там, хлеб и прочее, прочее, вот таким образом производить и продавать, да, почему мы не можем это делать со всеми остальными услугами, почему есть какие-то отдельные услуги, которые якобы государство, вот, должно, так сказать, делать. Ну и понятно, что тут интересно, что каждый эстатист предъявит свой список таких вот обязательных услуг, но в них вот всегда будет, конечно же, оборон. Вот, и фактически, если говорить с эстатистами об обороне, то они, их тезис, в общем-то, сводится к тому, что в случае войны государство всегда будет иметь преимущество. То есть, да, они могут признать, что там слабое государство может проиграть сильному, допустим, обществу без государства, но вот в государстве есть что-то такое волшебное, что всегда дает, как бы, преимущество военное ему перед свободным обществом. Попробуем разобраться, есть ли это преимущество или нет. И что именно они имеют в виду, когда говорят об этом преимуществе, потому что, ну, как бы, трудно понять, потому что сразу начинается закатывание глаз, там, рассказывают, ну, это же государство, вы же представляете, вот в чем именно, где экономически, скажем, тогда кроется вот тот секрет, на который они ссылаются, может быть, даже, так сказать, и не понимая его, да. Но для начала нам нужно буквально кратко выяснить, что такое государство, точнее, те его аспекты, о которых будет идти речь, потому что это вечная путаница, это вечная, как бы, как сказать, проблема. Вот, и мы много раз об этом говорили, и я вижу, как один из выходов, предлагаю еще рассматривать среди прочих аспектов государства технологический аспект, потому что фактически то, что есть, это есть реализация некой технологии, да, то есть представим себе, что у нас нет государства и что есть группа людей вооруженных, которая хочет жить припеваючи за счет грабежа других людей, то есть что они должны сделать, то есть в чем заключается эта технология, то есть им нужно захватить территорию, добивить своей некой территории столько, сколько они смогут удержать, это первый этап, и второй этап, значит, всех людей на этой территории победить, понятное дело, в войне, вот, третий этап, это, значит, обложить их регулярным налогом, таким, чтобы им хватало, значит, на жизнь, а вам хватало тоже на жизнь, как бы, на обеспеченную, и вот вы регулярно, значит, с них собираете этот налог, да, то есть это не, то есть я просто хочу сказать, что мало кто знает, что на самом деле обычной практикой в доисторические, скажем так, времена, это был геноцид, да, то есть война велась, в общем-то, практически всегда с целью геноцида, ну, не с целью геноцида, как правило, тоже пограбить, но она заканчивалась геноцидом, то есть приезжали сбойнички там или какое-то другое, одно племя на другое, вот, вырезали всех, кого видели, и отбирали, значит, все имущество, которое они находили, вот так велись, значит, войны, вот, и ноу-хау, да, этой технологии состоит в том, что, а зачем мы будем их всех вырезать, да, то есть нам не надо их всех вырезать, нам надо просто тут, значит, победить самых сильных, вот, там утвердиться, значит, на этой территории, жить среди них, но мы для них будем, как бы, высшей кастой, они нам будут просто регулярно отдавать часть своего имущества, и все, вот, то есть понятно, что это требует определенного развития, там, военных каких-то технологий и так далее, но вот на определенном этапе вот это вот начало, то есть это одна и та же технология, которая работает везде, в любом государстве вы это найдете, вот, то есть контролируй территорию, собирай дань, и вот все, что нарастает вокруг этой технологии, да, есть просто следствие этой технологии, то есть все организации, в виде армии, полиции, там, суда и так далее, потому что следующий этап, понятно, нужно контролировать правовую систему, вот, которая сделает твой грабеж, как бы, законным, да, вот, и так далее, и так далее, вот все это и следствие реализации этой технологии, а и второй, то есть банда, да, то есть банда, это есть, которая занимается рэкетом, который мы видели там в 90-х теоретически, вот, это есть, в общем-то, зародыш государства, это есть, ну, практически государство, да, то есть вот то же самое она делает, если она выживает и расширяется, то это и будет государство, а второй аспект, это аспект, связанный с спонтанными порядками, потому что на уровне, как бы, если мы уже, ну, играем в методологический индивидуализм, то мы должны понимать, что нам где-то нужно увидеть в нем это государство, да, то есть поведение людей, ну, вот, оно существует у нас на уровне выбора в виде стимула, да, то есть мы уже много раз говорили, что стимулы это такие течения или ветры, ветра, значит, в море, да, и вот, да, кораблик может проплыть против течения и против ветра, но ему будет, конечно, очень тяжело, и мы просто говорим всегда, что вот если господствующие течения и ветра вот такие, то, конечно, в основном будет плыть вот так вот, а не так, как нам хочется, вот, так вот, вот эти стимулы создают, они искажают спонтанные порядки, то есть на уровне выбора человек будет делать выбор, учитывая существование государств, учитывая существование организованных вот этих, организованного принуждения и так далее, и так далее, и тем самым все эти спонтанные порядки будут идти разворачиваться не так, как они делали бы, если бы этого не было ничего, вот, и вот этот вот системный аспект, да, он тоже очень важен, да, потому что он именно на него опирается интуитивно даже, мы говорим, там, государство делает, государство думает, там, государство решает, государство выгодно, государство невыгодно, понимаю прекрасно, что, конечно, такого субъекта нет, да, а что есть? Есть совокупное движение, скажем так, деятельности людей под вот этими вот стимулами, да, вот, и это и есть тот самый вот Левиафан, которого заметил Гоббс, да, вот этот вот искусственный человек, то есть такое ощущение, что есть действительно некое существо, которое действует в своих интересах, вот, и всегда будет действовать вот таким образом, его деятельность можно предсказать. Вот этот, это так называемый системный аспект, значит, государства, и, собственно говоря, это все, это все, что нам надо, да, то есть мы можем сразу просто сделать выводы, что государство у нас не нейтрально, вот, основываясь на вот этих всех вещах, да, то есть у него цель была, цель его создать, то есть оно было создано с определенной целью, и вся система, которая существует вокруг него, может реализовать только эту цель, никакую другую, вот, а все остальное является просто, как бы, чем занимается государство, является просто маскировкой, оправданием существования и так далее, так далее, так далее, а давайте я буду там о детях заботиться, то есть, а давайте я буду там о стариках заботиться, а давайте я буду это, давайте буду то, вот, это просто, как бы, вполне закономерная, опять-таки, естественная деятельность, которую мы, кстати, найдем и у мафии, вот, но если мафия там, допустим, проводит это сознательно, то здесь уже за многие века это все проводится и реализуется, даже не обращаясь к исходным, как бы, к исходной цели существования государства, да, то есть люди, грубо говоря, просто ходят на работу, им плевать на то, там, с какой целью там это государство существует, вот, они просто работают чудовничками и просто в их интересах то, чтобы эта система все время расширялась, даже не думая о том, как с какой целью она существует, да, вот, и те люди, которые получают от нее доход, они тоже об этом не сильно задуманы, но, тем не менее, система существует, она продолжает грабить, и она продолжает расширяться, и грабится сильнее, сильнее, сильнее. Второй вывод очевидный, что государство всегда ведет войну против своего в кавычках населения, да, то есть это, собственно говоря, является причиной ее появления, причиной существования, вот, то есть вместо того, чтобы бегать, скакать, значит, там и рисковать тем, что тебе дадут такие рано или поздно по голове, значит, в попытках пограбить кого-то, да, то есть мы просто, значит, захватываем территорию, вот, всех разоружаем там, утверждаемся там в качестве самого сильного и нам просто все приносят сами, вот, это и есть просто война, только в другом ее виде, я называю медленная война, да, то есть это просто медленная война против людей, которые живут на вот этой территории, которую, значит, государство контролирует. Ну и, конечно, вот этот главный вывод во всех, ну, тоже в данном случае все эти три вывода главные, это то, что государство не является самостоятельной сущностью, да, то есть отпусти его в пустыню, оно помрет, вот, это не есть самостоятельная сущность, это есть паразит, да, социальный паразит, который живет за счет эксплуатации, как бы, общества. Это ставит очень важный, на самом деле, вопрос по поводу историографии господствующей, которая преподается в школе, там и везде, собственно говоря, где делят на догосударственное общество, а потом появляется государство, и сразу начинается вообще рассвет, все цветет, пахнет, значит, и так далее. То есть государство рассматривается как этап становления общества цивилизации. Вот, на самом деле, нет, на самом деле государство не есть этап, то есть общество действительно можно выделить там какие-то этапы, да, там, начиная от семей и там родов, которые бродили, значит, там, охотники-собиратели и так далее, вот, все более и более сложные, организованные, вот, кланы, племена там, и, ну, опять-таки, мы говорили об этом, возьмите Исландию, Ирландию средневековую, и то, и то есть, как бы, анархистское, условно говоря, общество, но они очень сильно отличаются друг от друга, да, то есть они могут быть организованы по-разному, это все действительно надо изучать, это интересно, вот, то есть общество продолжает существовать, оно продолжает существоваться, но не меняется тогда от того, что появляется государство, то есть, да, государство ему мешает, его развитию и так далее, вот, но оно не заменяет общество собой, вот это важно понимать, да. То есть, когда мы говорим, что государство воюет со свободным обществом, мы должны понимать, что речь идет о том, что война происходит между обществом и обществом, где есть государство. То есть, общество с паразитом и общество без паразитов. Вот что на самом деле происходит. То есть, если общество без государства жить может, а государство без общества, если вот эта банда, если ее вызнать и не дать ей где-то паразитировать, она либо сама превратится в общество, то есть начнет заниматься полезной деятельностью какой-то, чтобы выжить, либо они вымрут, эти люди. То есть, у кого-то была сказка, у какого-то, по-моему, Толя Салтыков-Щедрин, как мужик двух генералов прокормил. Вот два генерала попали на необитаемый остров, им сильно повезло, что они нашли мужика, который их, собственно говоря, кормил. Если бы нет, так они подохли там. Да, потому что сами они ничего не могут, не умеют. Вот они хотят. То есть, это система, которая не существует сама по себе, и нужно на ком-то паразитировать. Вот, еще раз говорю, то есть, либо они превращаются в общество тогда, либо они исчезают. Вот, поэтому, когда говорят, что там, вот там государство будет воевать, то воевать там государство само по себе не может. Потому что оно всегда отдает приказы, оно просто использует общество, с помощью которого оно, так сказать, на котором оно паразитирует. Ну и четвертый вывод, конечно, важный. И это то, что государство всегда расширяется. То есть, это остановить нельзя, это чисто практиологическая вещь. Вот, как и любая другая человеческая деятельность, да, то есть, оно всегда стремится к расширению. То есть, любой чиновник стремится всегда получить больше бюджет, всегда стремится увеличить штат своих, так сказать, сотрудников, всегда стремится занять более высокое место в этой своей там иерархии и так далее, и так далее, и так далее. Теперь, собственно говоря, как выглядит на самом деле война с точки зрения либертарианства, когда два государства между собой дерутся. Прежде всего, мы скажем то, что существует не два, а четыре субъекта для либертарианцев, да, то есть, вот эта вечная путаница, там, Украина, там, тарали-вали, вот Россия, значит, напала, никакая Россия ни на кого не нападала, никакая Украина не защищает. То есть, есть общество, есть государство, это две разные сущности, хотя, конечно, пересекающиеся, связанные и так далее, и так далее, но их практиологическая сущность разная, вот, и одно паразитирует на другом. То есть, ну, вот случай Украины и России, да, у нас есть украинское государство, которое ведет войну против украинцев, у нас есть русское государство, которое ведет войну против русских, у нас есть русское государство, которое напало, является агрессором и по отношению к украинскому государству, и по отношению к украинцам. И тут внимание, на самом деле состояние правильное, вот описание войны нужно описывать вот в матрице простой 2 на 2, потому что могут быть совершенно разные ситуации, да, то есть там государство напало, одно государство напало на другое государство, но может быть такая ситуация, когда народ, скажем так, да, вот там государство жертвы, ему либо все равно, либо он даже, например, приветствует вот этого агрессора, да, то есть, например, государство некое А напало на государство Б, вот, но при этом народ государства Б рад и доволен тому, что на него напало, значит, это государство А, потому что он надеется от него сдыхаться, и государство, значит, вернее, Б, и государство А ему нравится больше. Такая ситуация тоже. Вот, сразу же, конечно же, ну и все другие варианты, которые, которые могут существовать, да, единственное, что, значит, что всегда, какие пункты у нас в этой матрице исключаются, что народы друг на друга напасть не могут, вот, потому что там, ну, то есть, собственно говоря, потому что, опять-таки, это очень размытое понятие, вот, субъектами они, конечно же, не являются, это, конечно, следующий пункт, которым нам надо сказать, потому что здесь сразу же либертарианская теория попадает в очень неприятное для себя положение, потому что мы только что говорили о методологическом индивидуализме, а какой же здесь может идти речь о каком методологическом индивидуализме, когда мы рассуждаем такими категориями, как народ. И вот эта слабость, конечно же, либертарианской теории здесь в настоящий момент, в настоящем месте, вот, потому что она не влезает в методологический индивидуализм, который сама и проповедует, вот, и вынуждена оперировать такими размытыми, значит, вещами, как народ, да, но это крайне, значит, другой теории у нас нет, да, все остальные еще хуже, вот, и мы должны просто думать о том, как нам развить эту теорию для того, чтобы она все-таки влезала в методологический индивидуализм, и с ее помощью мы могли, значит, описывать реальное состояние, как бы, событий, не делая каждый раз вот эти вот сложные, значит, движения, и рассказывая, что народ это то, народ это это, потому что, ну, допустим, в случае русско-украинской войны, и это главная ошибка Путина, то, что он вообще никогда украинский народ не рассматривал. Вот, то есть, для него вся проблема существовала только с киевской властью, да, тут есть в Киеве какие-то, значит, выскорщики, которые там, типа, вот они там, НАТО, ФЕГАТО, вот это вот все, все эти легенды, вот, и если их прогнать, то, значит, собственно говоря, мы там прекрасно себе заживем, поставим там Януковича, я не знаю, кого там угодно, вот, и все у нас будет хорошо. То есть, это, эту ошибку он сделал три раза, он сделал ее, значит, даже четыре, он сделал ее на первом Майдане, он сделал ее на втором Майдане, после второго Майдана был, мы уже забыли проект Новороссия, где они хотели, опять-таки, используя все ту же исходную позицию, что вот этого народа нет, это все только русские, значит, а их мутят проклятые нацики, и, значит, вот рассказывают им, что они не русские. Ну, на самом деле, эти люди встретят нас с лебом солью, значит, Новороссия же тоже у нее провалилась, да, благополучно, вот, и уже только после того, как она провалилась везде, значит, они уже схватились за Донбасс, и только с помощью российских войск им этот Донбасс удалось удержать, то есть там бы она тоже провалилась в проект, потому что на самом деле даже жителям Донбасса нафиг не надо вот это вот, значит, Новороссия и все прочее. Вот, то есть здесь мы можем, по крайней мере, в случае нашей войны, мы можем сказать, что, ну, мы можем говорить о народе, да, то есть потому что позиция большинства людей, скажем так, она антироссийская, да, там будет антироссийская, они против того, чтобы Путин здесь правил, какой бы ни был там хороший, плохой Зеленский или кто угодно, это не имеет значения, главное, чтобы не было этого. Вот, поэтому она присутствует, но могут быть войны, да, например, представим, что наша война идет с Польшей, да, то есть как в таком случае мы будем рисовать эту нашу матрицу, какова будет позиция, значит, украинского народа и будет ли она вообще. Я сильно подозреваю, что это будет очень большой разброс в мнениях, и мы не сможем сказать, что, собственно говоря, думают украинские народы по поводу войны украинского государства и польского государства. Вот, аналогично, я думаю, и с польским народом, то есть народ в данном случае мы можем из формулы вычеркнуть, вот, и у нас останется просто, так сказать, война одного государства с другим, вот, но, тем не менее, тем не менее, вот другой теории у нас нет, и мы должны сказать, что и та теория, которая используется, значит, скажем так, вот официальными, да, силами людьми, вот, она и тоже, тоже на самом деле учитывает существование народа, хотя нигде явно об этом не говорится. Она учитывает его, например, в таких вещах, как критерий победы, то есть что такое победа с точки зрения военной теории, это нанесение противнику политически неприемлемого ущерба, да, и вот здесь, собственно говоря, у нас и кроется вот этот вот политически неприемлемый ущерб, это и есть реакция никого иного, как народа, потому что для, если представим себе, что у нас народа нет, а есть некие роботы, которыми управляют, значит, некие люди, которые себя называют государством, вот, то тогда у нас проблема уже сводится чисто технически, кто больше этих роботов перебьет, да, но если мы говорим о политически неприемлемом ущербе, это означает, что все-таки существуют люди, и что они не согласны с текущим положением дел, Ну, собственно говоря, история это всегда подтверждает, и в истории мы видим массу примеров, когда, допустим, там агрессор начинает войну и сталкивается с сопротивлением потом внутри себя самого, своего собственного народа, который по разным причинам не хочет больше этой войны, но вот там русско-японская война, например, да, вот, которая привела там к революции 905-го года, то есть маленькая победоносная война вылилась в большое и некрасивое поражение, вот, что, в общем-то, привело к большим проблемам у русского царя, вот, но и такие, это же не один такой пример, их масса, на самом деле, таких примеров, то есть вот этот вот самый народ, он все равно в формулах, вот, в этих всех военных, скажем так, да, присутствует, вот, а теперь в отношении, в исходном отношении, как бы, вот, два государства собираются воевать, они собираются напасть на другое, как это выглядит уже, уже тут мы можем сравнить свободное общество и несвободное, да, потому что в случае войны двух государств мы должны сразу сказать, что каждый из этих государств ведет войну еще и против своего народа, а потом уже и против другого государства или против другого государства и его народу тоже, вот, то есть свободное общество уже отличается выгодную сторону тем, что никто против него войны не ведет, да, поскольку государства нет, То есть мирное время, не какое так называемое мирное время. Что такое мирное время? Мирное время в данном случае это ситуация, когда государство только одно единственное ведет против вас войну. А военное время, когда к этому добавляются еще государства соседние и даже иногда и его народ, потому что народу обычно пофиг, но бывает так, что народ горячо поддерживает свое государство-агрессор. Тогда становится еще тяжелее. То есть в случае государства народ может получить одновременно три войны. То есть это война своего государства, война чужого государства против него и еще и война чужого народа. Это максимум, что он может получить. А свободное общество может получить максимум две войны. То есть это война чужого государства и поддерживаемый его чужим народом, который тоже хочет крови и чего-то еще и на что-то там рассчитывать. Так вот, теперь мы переходим к главному моменту, который я долго думал и выяснил, к чему можно свести ссылки этатистов на то, что государство всегда будет выиграть войну. Ссылки эти сводятся в итоге к тому, что государство может перекладывать издержки, и это, собственно говоря, его основная работа, свои деятельности на других, чего в свободном обществе у нас нет. Ну, там можно спорить по поводу корпорации, такое дело, в данном случае это уже чисто технический момент, но действительно общество с государством и общество без государства отличается радикально тем, что государство перекладывает издержки своей деятельности на общество. То есть государственные чиновники могут делать, что они хотят, да, то есть они, во-первых, эту армию собирают не за свои деньги, а за счет налогообложения, вот, они сами в войне не участвуют, они, так сказать, опять-таки, потерь там и того прочего, значит, всего прочего, отчего страдают обычные люди, они не имеют. Ну, вот, для меня тут самый яркий пример разницы между чиновниками, ну, и вообще правящим классом и обычным народом является вот сеть истории с блокадой Ленинграда, так называемой, которую на самом деле Сталин организовал, вот, когда номенклатура там прекрасно жила, ела там сгущенку, там мандарины и апельсины, вот, а рядом, значит, был голод и там людоедство и все остальное прочее, вот. То есть они тягот, грубо говоря, тягот войны они практически не несут, они эти тяготы перекладывают на плечи других, мало того, значит, этот самый народ, он же за них и воюет, да, казалось бы, вот идеальная ситуация, это должно быть непоколебимым, как бы, военным преимуществом, вот. Вот, но так ли это или нет, да, ну, во-первых, чисто экономически, ну, вернее, как, тут речь идет вот о чем, вот у нас есть государство, оно может нести огромные издержки, а вот может ли такие же издержки нести общество? То есть мы видим, что, если мы экономически будем смотреть на это дело, что с точки зрения экономики вопрос поставлен неверно, потому что размер издержек, это не есть гарантия победы, да. Вот гарантия победы есть правильно поставленная цель и правильно соотнесенные цели и средства, вот это и есть гарантия победы, вот. А издержки, какими они большими не были, да, гарантией победы не являются. То есть, грубо говоря, способность нести издержки больше, чем несет другой, не есть, так сказать, тот фактор, который гарантирует вам победу. Вот победа, ну, прежде всего, мы должны сказать, что победа, значит, опять-таки, чем она определяется? Она определяется ценностью ее для тех людей, которые участвуют в войне. То есть, если эта победа является ценной, то тогда люди готовы нести издержки и так далее, и так далее, и так далее. Опять-таки, возьмем войну с Россией, возьмем гипотетическую войну с Польшей, просто мысленно их сравним, да. То есть, для украинца война с Россией является ценной, вот. И победа в этой войне значит очень много, а в войне с Польшей, несмотря на все исторические претензии и конфликты, которые были, наверное, они по своим, как бы, масштабам примерно такие же будут, как и с Россией, вот. Но, тем не менее, они уже, как бы, забылись и так далее, и так далее. Но в случае войны с Польшей, вот этого ничего, ценность этой победы и вообще ценность этой войны будет, ну, мягко говоря, минимальной, скорее всего, да, я так думаю. Думаю, что люди, которые живут в Украине, они, ну, в основном со мной будут согласны. Кроме Галича, у них отдельные претензии, а все остальные, значит, будут согласны. В случае войны с Россией это не так. В случае войны с Россией большинство, подавляющее, я думаю, вот, придает ей очень-очень большую ценность. Это означает, что, если, допустим, ценность войны для агрессора меньше, чем для нас, да, то мы опять-таки выиграем. То есть, опять-таки, будем воевать, условно говоря, до тех пор, пока издержки не превысят, значит, нашу, ту ценность, которую мы придаем победе в этой войне. Ну вот, это один вопрос, а второй вопрос... Да. М-м.